я читала комментарии сидела монтировала ребята видео и что здрасте свет у нас погас кто там писал не боитесь находиться свет у вас мало ли вдруг отключают вон у меня мама сидит играет в айпад видите что творится телевизор погас футбол смотреть не можем видео монтировать не могу вы можете видеть только мои очки вот я качаю головой фонари у нас по моему а и женя под ногами осторожно мы тебя раздавим кто какой большой какой большой димкин что ли да вот он здесь я знаю так ребята извините ой бурь подсвети сюда так по моему где-то здесь или даже здесь нет подожди а где он димкин фонарь то этот ой мама дорогая во приключение здрасте вот так вот вы говорите вот пожалуйста и света нет все должно быть под рукой у меня вы опять не видите ребята какие видео странные получаются да то вижу то не вижу так что тут такое закрываем ящики комода то не хватило еще навернуться ой хорошо у нас боря с тобой плита на газу а иначе что делали бы да и не говори это маячки мегафон тв мегафон тв ты телевизор сможешь смотреть ой какой ну ребята ну шо это такое да вот теперь можно подсветить правильно мегафон тв черная рука темноты протянулась к твоему горлу не очень-то и страшно ну конечно не очень-то и страшно батареи-то отключились орхидеи бы не замерзли сейчас в чате начнется что у вас там что у вас там как у вас там у кого свет когда будет свет хорошо ой не наступить бы ни на кого маму видите меня не на тебя нет на тебя не наступим не завалилась на лестнице ну вот и все дали нам свет все довольны ой опять ухожу и все счастливы затупились ножи да у тебя мужика в доме нет что ты нет у меня мужик в доме есть на чем не поточь ну вот он и точит по моей просьбе не я же точу а он точно я собираюсь готовить харчо вот у меня здесь куплена грудин очка сейчас я порежу пожарю мясо обязательно буду обжаривать и буду готовить харчо что-то нам харчо захотелось давно не готовили и соскучились харчо будешь сейчас ребят я сделаю потище чуть-чуть у нас вот там полно запасов разных 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 и вот борис сейчас ищет там не томатную пасту а помидоры в собственном соку помните мы в пятерке с вами брали такие перемолотые тунец есть тунец не нужен у тебя с твоим тунцом для харчо тунец не нужен вот в коробочке в такой красненькой в пятерке до сих пор продаются но я надумала варить харчо поэтому вот так но рецепт харчо я конечно выложу отдельно вот так ну как бы снимать так чтобы борис поприличнее выглядел не той точкой какой он выглядит сейчас но она еще и не здесь может что это а у кого еще такие запасы тушенка военный запас у нас немерено тушенки видно коробочку там хотя бы нет не видно коробочку значит нет коробочку надо найти в другом месте потому что я видела в другом месте коробочку сейчас пойду я поищу мама я ищу томаты ой протертые нет здесь конечно у меня под лестницей тоже запасы у меня везде запасы я вообще запасливая так ничего не видно ребята ничего не видно так что тут такое пыльные банки так голубцы печень нет это не пойдет должна быть коробочка коробочки я там не будем будем искать в месте да согласна пыль надо с банки протереть не сейчас сначала надо найти там что-то нашел аджику аджику давай доставай аджику так пылесосиком надо пылесосить здесь все пошла в другое место как вы думаете время 6 час галина павловна вставать не собирается я ее поднимаю говорю мама вставай мам вставай шестой час знаете что нам не отвечает что ты мне отвечаешь о слышите нет вы она не слышите она говорит я вам мешаю я начала смеяться горнет вам-то нам не мешаешь но вставать то надо или ты сутками спать будешь она говорит да сутками буду спать а борис нашел красную фасоль красная фасоль не идет харчо ребята не зря я лазила под лестницей смотрите я что нашла помните мы с вами настаивали для коленей спиртовая настойка белой сирени вот она нашлась что случилось играть мне только играть сейчас осталось я ищу томаты протертые так что вот мои хорошие еще одно лекарство для коленей а на канале есть видео это любая тогда нас учила с вами как делать ну вот они даже соцветия сохранились свет жидкости стал коричневым самый лечебный видимо солнышки мои я скопи домок что у меня здесь рис на страницу то у меня здесь гречка у меня здесь много всего и не только в этом отделении еще и в этом тоже продукты здесь я недавно разбиралась и же здесь этой коробке ребята не видела до макароны до уксус разные виды муки но я этой коробочки тут точно не видела буря а муж она у нас в холодильнике может быть такое тоже может быть что у нас туда джеку нашел я например нашла вот у нас еще есть соус ткемали так аджика традиционная славянский дар но аджика должна быть не славянский дар да аджика должна быть кавказский дар случае да может в холодильнике борис говорит я в пятерку сейчас не пойду я ему говорю не надо сейчас потому что сейчас ребят я тянусь потому что горю я буду а это что вот у нас соус ткемали он у нас открытый вот его я и буду использовать но варить я буду не сегодня сегодня буду только варить бульон потому что ну не получится иначе нужно во первых час уже поздно это мы сами делали ткемали ребята помните июль 19 года для дмитрия и аллочки ничего себе что я нашла а чушь я не отдала пока не протухнет а он не протух смотрите он не протух соус подходит к мясу рыбе картошки макаронам яйцам и так далее от скопи до мука так я открыла ткемали ну чё передавайте давнишний продукт не будешь же так касаться не буду просто хочу попробовать изменил он вкус или нет помидоров там все равно мало какая прелесть значит соус ткемали эти можно убирать на убирай будем использовать тот эти синтетические они хранятся долго и не плесень ой какая ой какой кислый очень вкусный наверное такой и должен быть ну нет у нас пять помидор ребят вот так вот выглядит соус который мы с вами готовили четыре помидора мало может и хватит но это уже завтра будет смотрите ой сливу тогда с вами перетирали вот они кусочки сливы здесь мама дорогая настоящий ткемали я же говорю что я скопи домок смотрите у меня еще нашлась аджика вот теперь написано по грузински видно вот а то славянская ну славянская понятно что славянская роднее но это же мы готовим с вами харчо харчо значит берем аджику по грузински ну помидоры пожарим это одно да но нет помидоры жарить для харчо не надо ну да или так придется но в общем я перерыла весь дом что-то я какая-то странная найти я не могу маму разбудить тоже не могу ничего я сегодня не могу верила верила верю верила верила я но никогда не поверю что ты не любишь меня фильм посмотрела а там песню эту пели и вот привязалась хожу пою целый день как я вам уже говорила да если спеть возможно отвяжется не отвязывается так и пою верила верила верю верила верила я но никогда не поверю что ты не любишь меня мам ты думаешь вставать слышали очень громко ясно она сказала нет а кашу принести и кашу нет так это уже похоже на бунт на корабле верила 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 верю верила верила я но никогда не поверю верила 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 я что но никогда не поверю что ты разлюбишь меня что ты поднимешь меня глупости какие господи ну ребята как вы думаете вот так мне там задавали вопрос моя мама тоже очень долго спит и моя мама очень долго спит и поднять ее нет никакой возможности там нету нету никакой о видите нету никакой кушать будешь вообще-то не хочу а кашку и хлебушек с маслицем подогреть ну давай ой сейчас подогрею вот так вот даже борис уже говорит ну как ее поднимать ну как ее поднимать ну как-нибудь поднимай милицию на кого и что сказать этой милиции кормите насильно что она над нами измывается что она над нами издевается да над родственниками да куда ее надо в тюрьму посадить кормите насильно как мишико как мишико ну она же голодовку-то не объявляла есть она согласна ай что принюхиваемся это не тебе мама подъем завтрак в 6 часов вечера на столе. Смешно? Ага, мне тоже смешно. Обальдеть! Довольна? Довольна! Что ты сказала? Маслица. Маслица уже в каше, маслица на бутербродах. Вот, здесь масло. Вот, смотри, ты его раскопала как раз. И масло на бутербродах. Чай готовить? Да. Отель All-Inclusive, да, мама? Да, Клюзев, Клюзев. Клюзев, Клюзев. Борис сказал, это уже не 5 звезд. Это уже отель 7 звезд. Слышь, мам? Борис сказал, что даже в Турции так не кормят, лежа. Да? Да. Это уже не 5 звезд, он сказал, отель. Он сказал, это уже отель 7 звезд. Да. Да, на тебе кофе в постель. Ага. Сидит, ждет зоркий сокол. Сидишь, ждешь? Да? А тебе нельзя. Дай бабушке спокойно покушать. Я кому говорю? А? Тебе говорю. Ты чуть попозже тоже будешь кушать. Увидела, что бабушка ей хлебом машет. Вот так вот хлебом машет. И пошла в комнату. Нельзя. Смотрите. Сыр можно. Позови. Иди, бабушка зовет. Иди, баба Галя зовет. Жень, иди, бабушка зовет. Позови, мам. Ну, ты по имени назови ее. Мам, тебе еще сыр принести? Да. Ой, пошла, пошла. Ой. Все, получила свое. Ну, вот и все, мой хороший. Закончился день. Дни какие-то сейчас очень короткие. Холодные. И скучные. Завтра мы отправляемся с Борисом. Нам все-таки нужно пойти в пятерку. Купить вот эти протертые томаты. Еще мне нужна кинза. Обязательно для приготовления харчо. Мама, конечно, харчо кушать не будет. Вот. Но я ей приготовлю что-нибудь другое. А Борис харчо просит уже очень-очень давно. Вот. Поэтому я буду готовить ему харчо. Ну, а сейчас все умываются. И ложатся отдыхать. Уже пора отдыхать. Ой. Вот так вот подходишь к чему-нибудь. Видишь, что вот тут надо прибрать. Вот тут надо прибрать. Вот заметила, что здесь шкафчик грязный. И надо шкафчик протереть. Знаете, кружишься, вот просто как белка в колесе. Когда девчонки здесь, Алла мне очень здорово помогает. Ну, а так Борис, конечно, тоже помогает. Но он мужчина. Он этого ничего не видит. Что где-то потеки, где-то грязь какая-то, которую можно вытереть. Он просто проходит мимо. Ну, это нормально, потому что это мужчина. Если ему сказать, конечно же, он поможет. Вот. А так... А так все легло на мои плечи. Ну, и мамулька, конечно. Видите, какая она смешная. Становится. Так, это тряпочка для рук. Так что вот так, мои хорошие. Ладно. Всем спокойной ночи. И всем-всем прекрасного, доброго и теплого утра завтра. Всем пока-пока.